Эстафета добрых дел продолжает шагать по Неницкому округу. В конце прошлого года в регионе выбирали главную тему 2017 года посредством опроса в официальной социальной сети. В голосовании приняли участие около 2000 человек. Абсолютное большинство голосов получил год добра. И вот в рамках тематического года в регионе стартовала эстафета добрых дел. К ней уже присоединились десятки организаций и неравнодушных жителей. Старт эстафете дала артмастерская Дворца культуры Арктика. Она создала и передала в дар детским отделениям Неницкой окружной больницы и окружного противотуберкулезного диспансера 28 картин художниц-любителей. Мы создали прекрасные работы детские, веселые. Потому что когда ребеночка оказывается в больнице, особенно если еще без мамы, ему очень грустно и тяжело. И вот чтобы ему было не так грустно, обидно и трагично для него вся эта ситуация, вот мы решили как раз нашим коллективом. Далее эстафетную палочку приняли пять организаций округа. Это Нарьинмарский объединенный авиаотряд, Неницкая ТРК, ресторан-музей Тиман, социально-культурный центр села Тельвиска «Престиж» и региональное отделение партии «Единая Россия». Мы осуществили изготовление аншлагов для размещения фотографий фронтовиков, родственников. Мы даже такой момент, мы 100 аншлагов сделали, их разобрали в один день люди. Мы разобрали хорошие, качественные, с ручками, и разобрали. И поэтому мы решили, что в течение всего года мы будем принимать заявки, и чтобы в следующем году обеспечить полностью всех желающих бесплатными к этой акции «Бессмертному полку» к 9 мая, ветеранов становится все меньше. А вот эта идея и акция «Бессмертный полк» все больше приобретает аншлагов, поэтому в течение года будем собирать заявочки и в следующем году обеспечим всех желающих аншлагами. Также в рамках проекта «Детский спорт» физкультурно-оздоровительные центры «Андига», «Нижнепеша», «Нельминого носа» и «Оксина» получили в дар боксерские груши и перчатки, а беженцы, которые живут в поселке Искателей, получили телевизоры. Кроме того, активное участие в рамках «Года добра» приняла Ненинская телерадиокомпания совместно со школами и предпринимателями региона. В преддверии празднования Великой Победы каждый желающий мог распечатать фотографии участника войны и получить штендер для акции «Бессмертный полк». В следующем эстафету приняли шесть организаций. «Шесть организаций, которые будут вместе работать. Я думаю, что мы объединимся, будем совместно проводить мероприятия, будем повышать своим так добро в нашем округе». Вместе с движениями школьников к акции присоединились Ненинское региональное отделение «Молодая гвардия», Дворец спорта «Норд», Детский юношеский центр «Лидер», Заповедник Ненинский и Русское радио в Нарьинмаре. «Все добрые дела лягут в основу книги добра Ненинского автономного округа». А эта книга, она собирает, наверное, те акции, те мероприятия, те какие-то большие поступки, которые мы здесь фиксируем. И вот отзывы, которые будут уже по итогам данных мероприятий здесь собраны, это и будет, наверное, тот опыт, тот урок для нашей молодежи. Очень рада, что они присутствуют здесь, и Российское движение, и «Молодая гвардия», которые будут ощущать, что значит смысл жизни. Потому что жизнь, она и строится на этих ценностях, о которых мы сегодня здесь и говорим. Каждый желающий может рассказать о своем благом поступке и вписать в летопись этой книги. Для этого достаточно обратиться в Ненинский краеведческий музей. А впереди у организаций, принявших эстафету «Добрых дел» целый месяц для того, чтобы объединить усилия и сделать как можно больше добрых дел на благо жителей нашего округа. Елена Семёнычева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».